Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас крылышки, как в KFC, только дома мы их приготовили. Получается обалденно, просто вкусно! Рецепт в инфобоксе, обязательно переходите. У нас этот рецепт, по-моему, набрал больше миллиона просмотров. Даже, по-моему, полтора миллиона. В общем, увидите. Здесь у нас клубничка, шаурма домашняя, все домашнее. И соус унаги. Мы, наверное, будем макать вот так вот в соус унаги. Я немножко пережарила, чтобы прям хорошенько внутри все пробеглось. Даже в KFC, когда покупаешь, очень часто жарят абы как. Обожаю этот соус. Вчера я, наконец-то, выложила видео с новым маникюрчиком. И там поэтапно просто все показала, как я делаю сама себе ногти. Конечно, профессионалы найдут кучу ошибок в этом во всем. Но самое главное, у меня покрытие держится. И многие просили показать подробно. Я сделала ногти очень быстро, за полтора часа. Я стараюсь сокращать время, чтобы долго не сидеть. И там я рассказала, показала этапы, которые я пропускаю, чтобы это все было быстрее. Раньше я прям часами сидела, делала себе ногти. А сейчас максимум полтора часа, и все, у меня все готово. Кто не видел после этого видео, переходите, смотрите, кому интересно. В последнее время обожаю отвечать на ваши вопросы. Вот в сообществе вопросы пишите там тоже. Мириам задает вопрос. Мириам, тебе огромный привет. Айка, привет. Вопрос. Ты говорила, что в месяц Рамадан хочешь несколько дней подержать пост, а ты в итоге продержала. На самом деле, я действительно хотела подержать пост. Я спросила в комментариях, все мне написали, что, ну, как все. Многие, кто в теме, написали, что это, типа, нельзя. Ты не можешь просто без причины, просто у тебя сегодня нет настроения, ты не держишь пост, там три дня продержала, потом опять не держишь. Это неправильно, и у тебя должна быть весомая причина, почему ты не держишь пост. Мне объяснили так. Хотя, если я оборачиваюсь в Азербайджане, у нас, у нас каждый второй, не знаю, там, несколько дней всего месяц держит, не весь месяц. Люди мне писали, что это, типа, не игрушка. Там захотел, подержал два дня, захотел, нет. Поэтому надо к этому подходить основательно, либо вообще не подходить. Поэтому не держала. Я помню, у нас в деревне соседка, ее дочери постоянно держали пост три дня. Они, знаете, как делали? Они всю ночь не спали, кушали. А днем, наоборот, спали, чтобы не было чувства голода и жажда. Я могу спокойно оставаться голодной. Я в свое время сидела на диетах и сидела очень удачно. У меня есть сила воли. Я могу себе отказать и не есть. Ну, так как я снимаю мукбанки, я не могу целый месяц не снимать видео. Конечно, я могу снимать видео по вечерам, но вечером уже освещение не то. У меня ринглайт то работает, то нет. Короче, морока. Я как встаю, обязательно снимаю мукбанк, монтирую его, либо оставляю чуть попозже выложить, либо сразу выкладываю, потом уже начинаю заниматься всеми остальными своими делами. То есть, каждое утро у меня начинается с мукбанка. С макияжа и мукбанка. Рецепт на шаурму я вам тоже оставлю. Домашняя шаурма, она по-своему очень вкусная, потому что ты знаешь, что за мясо добавлено, ты знаешь состав. Добавляешь ингредиентов столько, сколько хочешь. Сочная, вкусная. И крылышки тоже не зря у нас этот рецепт набрал миллион. Он действительно обалденный. Получается ничуть не хуже, чем в KFC. Буквально 5-7 минут готово. Замариновал, оставил, макнул. Обжарил и все. Делов-то делать нечего. Следующий вопрос задает Алина Кир. В какую страну ты бы хотела переехать? Почему именно Баку ты рассматриваешь свое будущее? Вы знаете, очень сложно говорить о том, куда я хочу переехать. Вот вы едете куда-то отдохнуть, например, по туристической путевке. И вам супер понравилась эта страна. Например, да? Это не значит, что вам понравится в этой стране жить. Отдых от жизни очень сильно отличается. В каждой стране есть свои минусы и плюсы. В любой стране мира есть минусы. Например, как мне кажется. Мне кажется, в Европе я бы не смогла жить. Мне не нравится как-то там вайб, атмосфера, как-то перерабатывать мусор там. Слишком строго. Но, опять же, возможно, я так считаю, потому что я там не жила. Если бы я пожила бы, мне бы понравилось. Например, я жила в России. Я вот честно могу сказать, что это не моя страна. Ничего против России не имею. Просто это не мое. Возможно, я жила бы в маленьком городе. Но себе жила бы в столице, в Москве. Мне бы понравилось. Мне вот больше ближе к Грузии, не знаю, Азербайджан, Турции, вот что такое. Мне бы очень хотелось посетить Америку. Очень. Кто-то говорит, что там плохо, кто-то говорит, что там хорошо. Живем мы один раз. Надо поехать и посмотреть, как оно обстоит на самом деле. В Азербайджане с первых дней я себя чувствовала очень комфортно. Мне нравилось, что все люди улыбаются. Все такие доброжелательные. Там ты идешь с пакетами, кто-то тебе помогает обязательно. Однажды была ситуация, мы с подружкой в ресторане не смогли закрыть счет. Я просто забыла свою карточку зарплатную, прикиньте. А у меня этот Apple Pay не работал. Точнее, не у меня не работал. Вообще, в Азербайджане раньше Apple Pay не работал. Сейчас недавно появилась. И так удобно с Apple Pay. В общем, я захотела скинуть карту, у меня не получилось. Я объяснила официанту, что вот такое вот дело. Пришел администратор, и администратор сказал, дал свою карточку и говорит, скиньте мне на карточку. Я говорю, а сейчас я пойду домой. Он такой, да, идите домой. Я офигела. А может, я просто не скину тебя на карту, просто исчезну и все, кинулась. Очень неприятная ситуация была. Но знаете, с одной стороны, я рада, что такая ситуация была. Есть что вспомнить. Я почему-то из фильма всегда думала, что если ты не можешь закрыть счет, тебя заставляют там мыть посуду. Ну, на самом деле, ничего подобного. Просто чисто на доверие администратор отправил меня домой. Ой. Ой. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok